здравствуйте друзья это грустный репортаж вы видите которая реально плавится от жары мария как как ваш лэптоп тоже плавится или он держится держится плавимся от жары мы с утра плавимся все вот посмотрите человек даже вот ставил в ухо специально чтобы стекало а то что раз плавится значит мы не работает зараза хотя вот сейчас вроде задуло но почему-то теплым дует в общем что сказать у нас тут есть дверь посмотрите где очень четко написано чтобы туда не ходить но двери есть поскольку это учебное заведение втрук пожар мало чего бывает или там теракт какой не дай бог значит раз и через дверь можно убежать но вот видите я вставил сюда стул так чтобы был поток воздуха идемте мы пройдем необычным путем вот дверь вы студент bit what was it son so you don't speak fresh and yeah no russian at all which languages do you speak speak mongolian kazakh and english mongolian kazakh and english yes sir so was it really hot today it was shooting on the test not not that this but the climate the yeah climate there was Температура. Было довольно холодно. Это так холодно, как в Монголии? Нет. В Монголии это очень холодно. Ты уверен? Ты когда-то туда туда? В прошлый раз я туда туда два года. Но я только туда туда в сутки. О, это почему. Да. Окей, спасибо. Нет проблем. Это немного прохладнее. Вот я вам точно могу сказать, на улице прохладнее. Вот, пожалуйста, Ренат, скажите, почему у нас так происходит? Сломалось что-то. Сломалось? Но приходили люди... Давайте я встаню так, чтобы не против солнца не было. А приходили люди чинить? Мы же вызывали кого-то. Я, если честно, не видел. Видел только, что какой-то электрик здесь ходил с лестницей. Но не уверен, что это по кондиционерам люди. Окей. А вот странно, на улице-то ведь не жарко особо? На улице не жарко, да. А вот в помещении жарко. Вот так, друзья, вот так живут люди в Кремниевой долине. Понимаете, вот в таких тяжелых условиях они разрабатывают то, что разрабатывают, изучают то, что изучают. И вот так в тяжелых условиях происходит их существование. Вы видите, друзья, изнывающих от жары сотрудников нашей школы. Жанна. Жанна имеет внука. Второго. Второго. Который еще такой маленький. Хорошо, что он не в нашей школе, Жанна. Потому что он бы тут мучился от жары. Я с вами трудно не согласиться. Как зовут мальчика? Мальчика зовут. Мальчика зовут. Мне надо долго думать, чтобы сказать Итан. Итан. Через букву Е. Итан. Итан. Я не умею произнести. Хорошо, хорошо. Но он откликается уже на это имя? Да. О, да. Ему меньше недели вообще. Вес семь паундов. То есть три килограмма пятьсот грамм у него. Это... Ну, а там нам семь паундов и восемь омцы. То есть где-то три с половиной. Слушай, а я был три шестьсот. Видишь, какой большой вырос. Да. Хорошо. Хотя говорят, что не зависит размер при рождении. Мне тоже так кажется. Так. Давайте вы как человек, который ответственный по офису. Как у нас страдают люди сегодня? Очень. Все. Ну, что они говорят? Ничего не говорят. Так. Ну, пьют, воду пьют. Пьют воду. Ну, вода помогает? Или только хуже делает? Вряд ли. Так. Пошли опрашивать других. Друзья, вот такие страдания. Настоящие страдания у нас в офисе. Так. София. София. Вы страдаете от жары? Да. Так. Скажите, если сравнить с Одессой, где люди страдают от жары больше? Ну, там немножко, может быть, более душно. В Одессе? Ну, да. Там тоже душновато. Но... Но там же море. Ну, вот это надо что-то дойти. Там бычки. Бычки. Да. Нет. Там есть и бычки, и там есть скумбрия, и там есть очень много вкусной рыбки. Маленькие акулки еще продавались к пиву. Нет. Это не при мне уже. Ага. Понял. Наталья, как ты переносишь жару? Плохо переносишь. А ведь скоро Наталья пойдет в класс, друзья. В онлайновый класс. В моем маленьком офисе. Мы специально для нее сняли со шкафа вентилятор. Вентилятор пока разминается. Вот. Вот. А скоро мы уже отправимся в класс. Да. Ну, вентилятор дает какой-то есть с него толк? Вот он стоит. Ну, вот он стоит. Он же дует. Вообще непонятно. Ну, подожди. На комнату в целом влияет. Ну, Собочка вы чувствуете? Я тоже не чувствую. Вот так. А, нет. Вот пока его двигали, я почувствовал. Если мы только вот так. Да. Ну, мы найдем позицию. Найдем. Так. Что у нас на часах? На часах у нас пять часов. Через полчаса я начну созывать актив онлайн нового класса. Ну, в смысле, пошлю сообщение о том, что вот у нас вебинар. И они пойдут. Здесь, друзья, страдают студенты. Обычно они тут страдают. А где они сейчас-то уже так и страдались? Не выдержали. Не выдержали. Они страдают, употребляя виноград. Видите, ничего не осталось. Они думали, что с помощью винограда как-то влагу утолят. Жажду. Не получается. Печенье. Вы видите, вообще здесь не стали. Потому что от печенья еще жарче. В общем, вот так они тут страдают. Идем дальше. Смотрите, где страдальцы наши. Так. К группе страдальцев присоединяется Анна Леонидовна. Очень страдаем. Анна Леонидовна, как вы страдали от жары сегодня? Я вообще только недавно вот начала замечать, что очень жарко. Страдать? Страдать, да. Мы попили чай. Так. Горячий зачем-то. Так. И стало гораздо хуже, чем до этого. Ну и до этого не было как рафинат-то. Ну не было, но не было так ужас-ужас. Да. А вот вы живете там, где вы живете, вот дома. У вас тоже жарко? У нас Swamp Cooler помогает. Болотный? Ну так называется. Такой, который воду через вентилятор гонит, на крыше стоит. Так. Как интересно. Да, он живет меньше электричества, чем кондиционер. Так. И в принципе он эффективен, где-то так, до 80 градусов жары. Он очень хорошо охлаждает. Фаренгейта. Фаренгейта, да. Если выше, то он уже не справляется, конечно. Но чуть-чуть все равно попрохладнее. Да. Трудно. Трудно, друзья, жить в Калифорнии, когда лето, жара. У нас и в Аризоне такой был. А в Аризоне тяжелее переживается? Жара? Да. Так же со Swamp Cooler и с кондиционерами. Это, друзья, массажное кресло. Никто не пришел сегодня помассировать свои масла, маслы. Как правильно? Масла, маслы. Вот. Мышцы. Никто не пришел, потому что жарко. Вот, друзья, пожалуйста, мы поместили Жанну в кресло, чтобы оно не пустовало, для почину. Звезда экрана. Да, звезда экрана. Друзья, в попытке борьбы с жарой я вспомнил, что в Средней Азии люди ходят в халатах таких изолирующих. У меня есть халат, кстати. И в таких головных уборах вроде бы казалось бы жара, а не там туда тибетейку раз, шапка такой меховую два. И абсолютно изолируется от жары. Но я, правда, не под солнечными лучами, я в помещении. Но вот так я спасаюсь от жары. Сейчас еще халат одену, попробую, как будет в халате. Вот, друзья, как бы мы спасались от жары. Охлаждает буквально, но нет сил. Как бы мы спасались от жары, друзья, если бы не наши зрители, которые привозят нам, приносят нам, присылают нам всякие полезные штучки. Вот так. Вот еще вот так, когда делаешь, немножко воздух движется, и тоже хорошо. Вот, Жанна, ты можешь так делать. Уже не могу. Не знаю, куда там у вас воздух движется, жарко. Вот, друзья. Вот, вот, вот. Уже не видно. Значит... Это халат ватненький? Вообще... Нет, не ватненький. Не ватненький, плотненький. Значит, жара не проходит. Значит, Жанна, дай мне сказать. Друзья, есть много способов борьбы с жарой. В частности, можно пить... Может быть, нам выпить холодного зеленого чая даже, я не знаю. Говорят, горячего. Горячего. Выпьем горячего чая. У меня есть куда потеть, у меня халат и шапка. Друзья, до лучших времен остаюсь искренне ваш, пока еще живой голос Силиконовой долины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!